Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Миланский Интер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что ж, друзья, в предыдущих двух выпусках карьер на моем канале, а именно за пассажей за Барусю Дортмунд, я принял решение, что мы переходим от мирового класса к легендарному, потому что так будет более-менее интереснее, потому что иначе я вот все матчи выиграю на мировом классе, но в итоге решил отказаться от этой идеи, потому что действительно неимоверная сложность, очень тяжело мне играть на легенде, некоторые матчи, естественно, за пассажей я выиграл, но вот за Барусю Дортмунд было, если я не ошибаюсь, три поражения подряд, поэтому мы все так же и оставляем, дальше продолжаем играть на мировом классе, поэтому вот так, сейчас у нас выездная игра против Аталанты в чемпионате Италии и пресс-конференция. В прошлой игре вы одержали блистательную победу, как вам кажется, ваш соперник Аталанта нервничает? Так, я даже не знаю, ну команда великолепно играла, ответим так, похвалим лучше команду, ничего про Аталанту говорить не будем. Так, ваша команда показывает довольно нестабильные результаты, но игроки в скором времени, я надеюсь, выправят игру. Так, иногда игроки подходят к игре расслабленно, не ощущая давления, так, надо как-то их, значит, мотивировать, но игроки все знают действительно, то есть никакой расслабленности и нет у нас, каждый матч нам важен, сейчас будем бороться за второе как минимум место, потому что Ювентус там 5 из 5 матчей своих выиграл, поэтому вот мы будем стараться, так что вот сейчас у нас игра против Аталанты, ну и играть, естественно, будем, я не знаю, там надо дальше посмотреть, с кем была у нас, в принципе, игра, так, с Ромой и стартом составом, ну а дальше, кстати, Лига Чемпионов, ну там со слабым соперником, поэтому я бы все равно первым составом вышел против Аталанты, потому что, ну, рисковать так я не могу, поэтому вот. Аталанта против Интера, надо вот, кстати, только Берарди бы, наверное, поменять, потому что у него уж очень мало сил, выпустим Лазара, все, вот таким составом мы выходим, поехали. Итак, Аталанта против Интера, Чемпионат Италии, шестой тур, если я не ошибаюсь, ну, и нам надо набирать ход, не терять больше очки в чемпионате, потому что вот как раз против Венеции-то мы и проиграли, они сейчас находятся на втором месте, а мы только вот на третьем. Ну, а тут и на подборе провалились игроки Интера почему-то, ни Эриксона, ни Брозовича, ни Бореллы, в центре поля не было, а вот это вот ошибка, ой, какая ошибка, но сейчас Интер-то должен забивать. Лаутаро на Джеку, и это 1-0, вот так вот. Какие-то переступчики у Аталанты пошли, пропуски лишних мячей, то есть, ну, это движение мы сейчас точно увидели. И вот, не точный вот этот момент, вроде бы микро какой-то вот, микро расслабленность какая-то может быть появилась у Аталанты, думали, что контролируют этот момент, в итоге нет, в итоге нет, но и нападающие наши тоже не успели вернуться, естественно, на свою половину поля, потому что могла развиться хорошая атака у Аталанта в итоге. Хорошо в контратаку вышли, и Джека забивает в каждом, ну, так вот, если в среднем сказать, в каждом матче серии А. Уже пятый мяч в пятом матче. И все, финальный свисток, минимальная выездная победа Индера. Сейчас посмотрим по XG, вряд ли мы наиграли на эту победу, но мы зато переиграли соперника именно по концентрации, по нервам. Где-то лишняя самоуверенность была у Аталанты, в итоге поплатились за это вот этим единственным пропущенным мячом с контратаки. Но у нас моменты тоже, между прочим, были, поэтому давайте посмотрим. Мы наиграли на три мяча, ну и Аталанта, между прочим, тоже. То есть должна была быть закономерная какая-нибудь, да и ничья. Но, в любом случае, счет на табло, что у нас по игрокам лучшим стал. Кстати, Хонданович, да, абсолютно заслуженно, потому что в первом тайме были у него шикарные спасения. Здесь пять сейвов при шести ударах по воротам, пять в створ. То есть абсолютно все удары он засейвил, поэтому абсолютно заслуженно Хонданович игрок в матче, как я и сказал. Джека гол, Лаутар Мартина с Голливая, ну и худшим игроком по этому матчу. Ну, стал Гинтер из стартового состава, но оценка выше шести и ноли, это уже положительное. Ну что же, сейчас у нас второй тур Лиги Чемпионов группового этапа. Играем против стал Мейлес. Это, естественно, команда замена Шерифу. Вот, мы будем играть вторым составом, он у нас готов. Поэтому я решил рискнуть, почему бы и нет. Потому что именно против такой команды можно выпустить, я надеюсь, такой и состав. Команда сможет одержать еще одну победу в Лиге Чемпионов. Мы справимся с давлением, в отличие от Аталанта, уж точно. Последний матч завершился вашей победой с минимальным счетом. С минимальным счетом. Ну, мы сделаем нужные изменения, это уж точно. Ваша команда показывает довольно-то, хватит про мои нестабильные результаты. Игроки выправят игру, я в этом уверен. У нас победы идут. Одно всего лишь было поражение и ничья там с Миланом. Все. Больше потери очков-то у меня и не было. Состав на ваших экранах. Играем мы на выезде. Лига Чемпионов. Поехали. Ну что же, Лига Чемпионов. Стал Милес против Миланского Интера. Второй тур Лиги Чемпионов. Поехали. Кстати, Стал Милес не слабая на самом деле команда. Они сыграли в ничью с Шахтером в первом туре. Ну а Интер обыграл со счетом 3-0, если я не ошибаюсь, Мадридский Реал. Ну а сейчас посмотрим, как сложится здесь этот матч. Каре заброс на Видали. Неплохо. И на дальнюю. Тут и Лазар мог забивать. Который вышел, между прочим, против Аталанты. Весь тайм, весь матч, да, отыграл. Поэтому вот как-то так. И Бастони забивает. Вы просто посмотрите. Первая атака у нас была. Заработали угловой. Ну и вторым, вторым таким наплывом, вторым темпом мы все-таки забили. И Бастони. Центральный наш защитник забивает с углового. Шикарно. Не сказать, что если что-то и пытался как-то разыгрывать. Просто обычная подача. Ну и вот Бастони оказался самым таким вот расторопным игроком в штрафной площади. Ну замечательно. 1-0. Выходим вперед. Ну или Александр Бастони забивает свой первый мяч в первой же игре в Лиге Чемпиона в этом сезоне. Замечательно. Через него Лазар здесь как пролетает. Очень опасно. И Стракоша все-таки, но пропускает. Все-таки пропускает. 1-1. 26-ая минута. Не пропустили мы на секундочку ни одного мяча от Мадридского Реала. Но пропустили. Вот стал Милиса. Ну и 1-1. Значит вот так же. Как и Аталанта, наверное, мы сейчас себя повели. Где-то самоуверенно себя почувствовали. Но в итоге придется сейчас снова нам выходить вперед. На Лазара. А вот хороший момент. Почему бы и нет. На пустые. Здесь уже Алексис Санчес отлично расстрелял. 39-ая минута. Гол Алексиса Санчеса выводит нас вперед. Снова выходим вперед. Ребята молодцы. Не бросили играть. Додавили. Здесь просто ужасно сыграла оборона Стал Милиса. 2-1. Ну и Санчес, скорее всего, для себя дебютный гол. Также в Лиге Чемпиона забил, как и Бастонин. Санчес. Какая шикарная передача на Валентина Лазаро. Ну и просто повторили. Просто повторили. И Лазаро оформляет, если не ошибаюсь, две голевые передачи. Вот за эти атаки. Я не помню, кто угловой на Бастоне подавал. Но абсолютно так же отыграли. Причем Санчес поучаствовал в этой атаке. Он шикарно нашел этой передачей на фланге Лазаро. Ну а тот накрутил, накрутил. Снова простреливал. Ну там и Санчес мог и дубль так же забить. Но подпрыгнул. Пропустил мяч специально для Корео. И тот все-таки забивает свой, вроде, третий мяч в двух турах уже Лиги Чемпионов. А перешеча неплохо. И Лазаро 4-1. Ну просто сейчас трешку накидали Сталмилису в концовке Тайма. Ну и замечательно. Все у нас, мне кажется, сегодня забьют. Ну и вот так вот. 4-1. Атака сегодня куражится. И Лазаро забил, который две голевые отдал. И Перешеч вот смог отличиться голевой передачей. В общем, идет сегодня у нас разрыв по полной. Так, неплохо. Комара набрал ход. Передача хорошая на Алексея Санчеса. И тут подключение Перешеча. Я не знаю, офсайд, не офсайд. Но нет, вроде как. Офсайда нет. У Карео забивает очередной свой мяч в Лиге Чемпионов. И очередная голевая сегодня от Перешеча на концовку. Но нет, арбитр даже не дает закончить эту атаку. В итоге счет 5-1. Вот. Просто разобрали с соперником. Хотя нервы пощекотали в первом тайме. Особенно в начале, когда сравнял. Стал Милис. Но потом все-таки пропустили. Три мяча. Я не знаю, за сколько там. За 10 минут. Либо за 7. В первом тайме. Вот. Мы наиграли на 7 действительно мячей. Стал Милис. Вообще ни на 1 не наиграл. Поэтому вот так. Ну и по оценкам игрока. Лучшим стал Карео. Он забил 2 гола. Лазара гол плюс 2 голевые. Перешеча дал 3 голевые передачи. Поздравляем его с таким хэтриком. Санчес гол. Ну и у Бастони тоже вот 1 мяч. Ну и 5-4 оценка получает Стракоша. Абсолютно я согласен с этим. Так играть не нужно. Тем более при 2 удара было. И то 1 наверное только в створ. И то Стал Милис не наиграл даже на 1 мяч. Но все равно Стракоша пропустил. Ну что же у нас первое число. Нового месяца. Ну и Мейсон Хейл. Также ему надо сейчас поменять план развития. Вот. Посмотреть где он там получше. Может быть. Так. А он в принципе то у нас должен на другой позиции. Я не знаю почему я ему до сих пор еще и не поменял. У нас даже ЦФДшников то и нету. Карео я и то переучиваю сейчас. На нападающего. Ну вот 41 неделю будет Мейсон Хейл учиться на эту позицию. Так. Гинтер и график его развития. Да. Прокачался. Кстати единичку к рейтингу получил. Вот теперь 85. Ну и надо теперь посмотреть на какую ему другую позицию учиться. Быстрее. Ну именно не позицию. А именно по плану. Пусть будет оборонительным. Например ЦЗ. Вот 80 недель. Меньше всего потребуется ему. Поэтому посмотрим. Если еще и форма у него будет отличная. Быстрее прокачается. У нас сейчас домашняя игра против Удинезе. Которые идут на 17 строчке. Я естественно выйду первым составом. Ну и давайте мы также дальше посмотрим с кем у нас игра. Это игра у нас с Самбо Дорией. Ну и здесь я скорее всего выйду вторым составом. Чтобы с Шахтером сыграть первым. Вторым чтобы сыграть с Северсерона. И первым с Ювентцем. То есть вот так вот как-то. Поэтому сейчас в любом случае играем первым составом. У нас команды потом уйдут игроки точнее по сборным. Поэтому вот. Берарди наконец-то в старте. Интер против Удинезе. Поехали. Итак. Эдин Джека. 5 забитых мячей. В 5 турах чемпионата Италии. Именно для него в участиях. Поэтому. Один из лучших бомбардиров сейчас получается Интера. И идет на второй вроде строчке. В основной таблице. Там вот это списка бомбардиров серии А. Это может быть сегодня у Босницы. И получится выйти на заслуженное первое место. 5 минут остается до конца первого тайма. Посмотрим получится ли сейчас у Интера все-таки. Забить свой злополучный гол. Выйти вперед. Потому что очень много было моментов. Вот вроде Лаутаро Мартинез. Выходит на позицию. И забивает. Наконец-то. 43 минута. Интер выходит вперед. Столько было упущенных моментов у хозяев. Моменты-то возникали. Но вот все мешал вратарь Сильвестри. Вот сейчас вроде все замечательно. Стригер. Пошла опасная подача. И все-таки забивает нам Делло Фео. Вот так вот. А сколько у нас было там моментов по ХГ. И все это сделал именно Сильвестри. Берарди. Неплохо через Джеко. Эдин Джеко. И забивает. И все-таки забивает. Отлично. Куда-то пропал Сильвестри. Это все равно моменты у него были. И все. Слава богу. Минимальная победа Интера над Удинезой. Я сейчас просто хочу посмотреть. Станет ли Сильвестри вратарь Удинеза лучшим игроком или нет. Потому что у него было неимоверным. Видите сколько у него вот сейвов. Нет гола. Нет гола. Сейвы. 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 Мне сейчас просто интересно. 14 у нас было ударов. Представляете. 14 ударов. Наиграли на 6 мячей. Ну вот как-то так. Удинеза на 2 даже наиграли мяча. Поэтому тоже у нас Ханданыч как-то неплохо вот отыграл. Лучшим игроком, естественно у нас никто не признан. Потому что станет Сильвестри. У нас, давайте посмотрим, Джека. Голу Мартинса гол. И Берарди 2 голевые отдал. Деврей 6 и 0. То есть можно сказать, что он практически даже и не играл. Ну а лучшим стал, естественно, Сильвестри, который сделал 8 сейвов. Это просто невероятно. Но как-то так. Причем большинство из них было в первом тайме. Итак, сборная Уэльса нам предлагает стать главным тренером. Мы отклоняем. Итак, предложение по Мартину Сатриану. Мы его действительно сдаем в аренду. И вот на полгода его хотят забрать. Кстати, в Ньюкасло очень даже хороший вариант. Но я не знаю сейчас, если бы получилось, я бы хотел его, естественно, туда и на год, на полный. Вот. Но, наверное, его хотят на полсезона, да, чтобы закончить именно сезон. Поэтому давайте договоримся и на такие условия. 60 на 40 в любом случае в пользу Ньюкасла. Они будут выплачивать большую часть, да, все замечательно договорились. Поэтому сейчас уже дело за Сатриана. Там он, ну, все, получается, отклонил предложение всех других команд. Причем ему предлагали из Южной Америки вроде. Ну что же, и последняя игра на сегодня. Мы играем против Самбо Дори на выезде. Я, естественно, отыграю вторым составом. Чтобы потом в следующем выпуске первым отыграть против Шахтера и против Ювентуса. Которые, кстати, идут сейчас на первом месте. Вот. Поэтому нам надо их тоже немножечко вот остепенить. И отобрать у них первые очки. У нас, кстати, лучшие бомбардиры это Джека. У него 6 забитых мячей в 6 матчах. Также Берарти 5 забитых в 5 матчах. Есть еще и Мартинес, но у него 5 забитых мячей в 7 матчах. Поэтому вот такая статистика. Лучший ассистент, между прочим, это Джека. То есть, в принципе, лучший игрок. Ну, кстати, нет. Здесь можно и поспорить Дебала и Джека. У Дебала 7 плюс 4. Но также и у Джека. Только у него 6 плюс 4. Поэтому конкуренция тоже здесь идет. Но и лучшим вратарем пока что является Патрисио. У него 4 сухих матча. У нас, у нас, у нас, у нас. У нас пока что только Ханданович. Он отыграл один матч на сухо. Поэтому, может быть, сейчас и Стракоша сможет отыграть свой матч на сухо. Посмотрим. Посмотрим. Самбдория Интер. Поехали. Ну что же, Самбдория Интер. Последний матч в сегодняшнем выпуске. Начинаем. Неплохо. Карея пошел. И Хоакин все-таки забиваем. Причем даже первым ударом в створ замечательно. 13 минута Хоакин Карея забивает. Я вот не помню, играл ли у меня. Вроде как играл этот состав. Второй. В серии А. Но сейчас тоже мне интересно это посмотреть. Да, уже 5 матчей целых Карея-то отыграл. И вот третий мяч забил. Сенси. Супер. Через Лазарова. И Санчес. Ну вот это вот просто идеальная атака сейчас прошла. И абсолютно, мне кажется, такая же, как и против... Я уже забыл, как команда из Лиги Чемпионов стал Минлис. Вроде так, правильно? А Санчес практически абсолютно такой же. Гол и забил. Вот так же опять. Передача от Лазара. Ну, правда, здесь вратарь уже стоял. Мог вытащить. Так, а вот опасный момент. Аккуратно. И пенальти. И пенальти. Ну, здесь уже, да, чисто я виноват. Тридцать третья минута. Бастони зацепил Куагляреллу. Вот здесь вот прям подкосил. Ну, и сейчас посмотрим, получится ли у Страхоша отбить. Отлично. Угадал. Все. И направление силы удара. И капитан Самбдори не забивает дома в ворота Интера. Перешич. Супер. Оттуда перебрасывает. Мне кажется, можно. И забивает. Забивает Перешич. 3-0. 40-ая минута. Не забиваешь ты, забиваю тебе. Буквально через пару минут после отбитого пенальти. Интер увеличивает свое преимущество. Вот так вот шикарно перебрасывает Перешич. Ну, просто выждал я этот момент. Увидел, что дальний угол открыт. Подумал, а почему бы и не рискнуть? И вот Аудера сам практически к тому же затолкал этот мяч. Хорошая передача Корре. Еще и хотел Рабоны так пробить. Но забивает все-таки Перешич. Дубль. Сегодня у Ивана Перешича. 53-я минута увеличивает преимущество Интера на выезде. Замечательная игра хорватского плеймейкера. Валентина Лазара на Алексея Санчеса. И как сейчас Санчес Корре выводит вперед. И 5-0. 71-я минута Интер переигрывает соперника. Замечательно. Корре через Санчеса. Санчес на Видаль. А может быть и у Видали сейчас получится. Ну, а Видаль таким же способом, как и Перешич, ставит, я так понимаю, ну все, жирную точку. Вряд ли сейчас уже за 2 минуты получится. Кому-то забить, но забивает капитан Интера на сегодняшней игре. Артура Видаль также вот перебрасывает Аудера. Замечательная игра. Ну, все, вот здесь идеально было в этом матче. Голы на любой вкус, даже какие-то попытались повторить. Вот, но особенно Видаль, наверное, пытался перебить гол Перешича. Ну, у Перешича, мне кажется, посимпатичнее. Там позиция подальше была. Ну, и Видаль, кстати, только для себя дебютный гол забивает. Кореа через Перешича. Ну, а здесь уже все. Потеря мяча. И финальный сток. 6-0. Интер громит на выезде Самбдорию. Абсолютно любые голы, повторюсь еще раз, забивали сегодня. Игроки Интер много не забил Кореа. Особенно его пижонские вот эти моменты. Но в любом случае, Интер наиграл на 5 мячей, забил 6. Самбдория наиграла на 2. Но сейв Старакоши, поэтому для него, кстати, тоже поздравляем с сухим первым матчем за Интер. Вот. Лучшим игроком признан Хотикаре. У него 2 плюс 1. Но по рейтингу стал Санчес. У него гол плюс 3 голевые. Вот это вообще шикарно. Перешич забил 2 мяча. Видаль. 1 гол. Лазар отдал 1 голевую передачу. И вот как раз Старакоша, топ-3 игрока на сегодняшний момент, в сегодняшнем матче. Старакоша. Вот. Все замечательно. 4 сейва, 4 удара поворотом было в створ. Ну и также там был удар в штангу, если не ошибаюсь. И также был сейв со стандартного положения. Особенно серия. Ну вот не серия пенальти, просто удар с пенальти от Гогляреллы. Поэтому все замечательно. Ребята, молодцы. Поздравляю всех с этой шикарной победой. Ну что же, Сатрианов все-таки сдан в аренду. Он принял предложение Нью-Касла и перейдет туда 1 января 2022 года на полсезона до конца текущего. Вот. Каре. Так. Я хочу с вами сообщить. С нами связались представители клуба Лацу. Они недовольны слишком малым количеством игрового времени, которое Хуакин Каре получает у нас в аренде и беспокоится. А что не так-то? Точно. Еще же и Каре в Лацу уйдет. Если что, поэтому мне придется искать, скорее всего, еще какого-то нападающего. Так, а где это вообще можно? Там вот, я не знаю, посмотреть. Так, ну слава богу, вот эти все игроки у меня. Вот. Каре. А его нельзя связаться и купить. Вот. Я бы его выкупил. Почему бы и нет? Очень хороший мне нравится вот этот нападающий. У нас есть ли вообще деньги? Денег нет. Ну вы держитесь, как говорится. Вот. Но у меня, в принципе, не хватит, даже если я тут вот переведу. Вот. Но никакие 18 миллионов он, естественно, стоит не будет. Поэтому вот это вот уже обидно. Ну и все. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. В следующем мы отыграем как раз против Шахтера, которые идут на второй строчке. То есть два лидера группы нашей в Лиге Чемпионов. Посмотрим, что из этого выйдет. Также будет игра с Ювемпсом, как мы уже посмотрели. Ну и что же, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok